Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия это прямая, натуральная величина прямой, взаимное расположение прямых. Всего мы рассмотрим сегодня 5 заданий. 5 заданий, вот вы их видите. И эти задания будут такие. Задание первое. Определить следы прямой. Значит, предварительно давайте с вами вспомним, что это такое след прямой и откуда он берется. Вы видите плоскость фронтальную P2, плоскость горизонтальную P1. Видите отрезок прямой AB и его проекции A2B2, A1B1. Если мы этот отрезок продлим до пересечения с плоскостью горизонтальной, смотрите, продлили, рано или поздно в каком-то месте здесь появится точка пересечения прямой с плоскостью. Это и будет след прямой. Теперь посмотрите, если мы проекцию A1B1 продлим, то она что совпадет здесь с этим следом? Если мы продлим проекцию A2B2 до пересечения с осью, то получим вторую проекцию следа. Вот это перпендикуляр к оси. Данное свойство нам позволяет легко строить следы прямой. След можно получить и на другой плоскости. Если мы продлим вот эту прямую до пересечения с плоскостью фронтальной, то, соответственно, получим след N, который будет совпадать со своей проекцией N2. Ну и точно так же мы поможем построить проекцию N1. Теперь к задаче. Задача. Определить следы прямой. Исходя от того, что мы сейчас с вами увидели, сначала проводим прямую. Продливаем проекцию A2B2 до пересечения с осью. Продливаем проекцию A1B1. И из точки пересечения здесь проводим перпендикуляр. Перпендикуляр. Вот мы и с вами и получили. Вот этой точкой будет след прямой. След прямой. А вот эта точка, это проекция следа прямой на оси. Подпишем. Здесь у нас будет. Ну, обозначим его M. И подпишем. Это будет у нас M. Совпадает с M1. А вот здесь это будет проекция M2. Все. Задача решена. Задача решена. Дальше. Задача вторая. Разделить отрезок AB в отношении 1,2. Ну, здесь для того, чтобы ее решить, то надо помнить то, что если мы проведем из точки А любой отрезок, но с требуемым соотношением. То есть, я построю так, 10 миллиметров построил отрезок и теперь построю еще такой же отрезочек, который будет равен 20 миллиметров. То есть, что у меня есть? Это у меня есть, видите, здесь кусочек 10, кусочек 20, отношение 1,2. А теперь соединю конец получившегося отрезка с проекцией, с концом проекции A1,B1. И вот этот отрезочек теперь я его скопирую и поставлю вот сюда, в эту точку, которая делила созданный отрезок в отношении 1,2. Получившаяся точка будет делить проекцию A1,B1 в отношении 1,2. И эту точку, поскольку она принадлежит прямой, мы можем что? Найти на проекции A2,B2. И, соответственно, будет наша точка это делить проекцию в требуемом соотношении. Ну, например, это обозначим N2, а это будет N1. Вот есть это решение нашей задачи. Дальше, следующая задача. Определить натуральную величину и угол наклона прямой P1. Ну, сначала давайте посмотрим вот на эту аксонометрическую проекцию. Вы видите плоскость здесь P1. Видите отрезок общего положения A,B. Точки A спроецированы на плоскость P1, получилась проекция A1. Точка B спроецирована, получилась проекция B1. Здесь показан след, да, след прямой. Вот, смотрите, если мы продлили прямую до пересечения, получили след, соединили с отрезком А,B, то в результате у нас получился вот здесь треугольник прямоугольный с углом альфа, угол, который показывает угол наклона прямой по отношению к плоскости P1. Давайте теперь через точку А проведем прямую параллельно плоскости и получим, что подобный треугольник, у которого это тоже будет угол альфа, а вот этот отрезок будет равен чему? Проекции A1,B. И что мы имеем? Мы имеем треугольник, вот он треугольник, у которого нам известен один катет, и плюс мы можем у него измерить, что превышение точки B по отношению к А, ну, то есть координату ΔZ, разницу координаты вот этой, минус координату вот эту, да, это координата А, треугольник. А теперь давайте вот это все построим на чертеже. Значит, мы имеем А1,B1 одну проекцию, А2,B2 вторую проекцию, находим превышение ΔZ, и это превышение в точке B1 на плоскости B1, откладываем под прямым углом, получаем точку B0, принадлежащую натуральной величине. А вот этот получившийся отрезок, это и будет что? Натуральная величина, а угол альфа между натуральной величиной и проекцией А1,B1, это будет что? Угол наклона к плоскости B1. Ну, собственно говоря, мы что сделали? Вот этот треугольник что? Положили, повернули, положили на горизонтальную плоскость. Этот метод очень важен, и он часто употребляется потом для решения различных задач, для решения различных задач. Давайте теперь это дело мы и построим. Значит, мы должны, но у нас здесь получится наоборот, у нас точка А имеет координату выше, да? Ну, тогда, соответственно, проведем вот здесь горизонтальную прямую, и определим превышение, превышение. Превышение это будет вот это дельта, да? Дельта Z равная 20 мм. Затем здесь репендикуляр проведем 20 мм. Ну, я проведу его так, нормаль, вот сюда нормаль, и длиной 20 мм. Вот она у меня есть нормаль, теперь я ее что? Перенесу вот сюда, вот в эту точечку. И соединю одну точку и другую. Вот у меня получилась точка, вот эта точка, она у меня будет называться, как она должна, А нулевое, да? Вот эта точка должна быть у нас А нулевое. Так, А нулевое. И вот эта величина, это будет у нас натуральная величина. То, что мы с вами искали. То, что мы с вами искали. То есть решение наше. И можем вот ее померить. Вот она, натуральная величина отрезка равна 35 мм. А угол наклона, это будет вот этот угол. Ну, у нас он получился равный 35 градусов. Все, задача решена. Следующая задача. Построить CD параллельно AB, при этом CD должно быть равно 25 мм. Значит, что мы знаем? Мы знаем, что мы должны построить новый отрезок, у которого его одноименные проекции должны быть параллельны проекциям A2B2 и, соответственно, A1B. А какая его длина должна быть? А вот это неизвестно. Почему? Потому что это проекция. А натуральная величина, вот мы только что убедились, она совершенно другая. Да? То мы сделаем таким путем. Мы, вот я возьму сейчас, скопирую. Эту проекцию параллельно перенесу. Значит, вот эту тоже скопирую и перенесу параллельно. Значит, здесь в конце у нас получились точечки. Неизвестно какие. Неизвестно какие. То есть, ну что я имею в виду, неизвестно какие. То есть, мы не знаем, какая у них длина. Видите, точка совпадает. И теперь я их обозначу. Ну, эту точку, например, обозначу я другой буквой. Поскольку это не то, что нам нужно. Не то, что нам нужно. Ну, например, это будет M2. И вот это будет у меня проекция M1. Теперь найдем натуральную величину вот этого отрезочка, который мы только что построили. Значит, найдем. Так, проводим прямую. Горизонтальную. У меня должно горизонтально пройти. Вот так. Находим превышение этой точки по отношению к этой. Вот оно, превышение 20 мм. Теперь, для нахождения натуральной величины, мы что делаем? Проводим перпендикуляр, ну или восстанавливаем перпендикуляр. Вот. И длиной 20 мм. Значит, этот перпендикуляр я его перенесу сюда. И соединяю вот с точкой C1. У меня получился отрезок. Отрезок. Здесь точка будет у меня M0. Вот это точка M0. Вот это натуральная величина отрезка нового, который мы построили. Который называется CM. Ну, очевидно, что его длина-то не 25 мм, а больше. Так как мы брали такую же длину, как отрезок АБ, то длина его 35 мм. А нам нужно 25 мм. Что мы тогда делаем? Теперь мы можем на натуральной величине отложить требуемого значения. То есть мы сделаем вот так. Отсюда откладываем в эту сторону 25 мм. Отложили. Вот теперь мы имеем, собственно говоря, то, что нам было необходимо. Вот она. Значит, можем отметить эту точечку. Эта точка будет у нас называться как? Она будет называться D0. Теперь возьмем отрезочек, его перенесем параллельно, и получившаяся точка, это будет не что иное, как D1. Эта точка будет делить уже искомый отрезок, так что справа останется кусочек у нас, тот, который нам необходим. То есть, подписываю. Вот здесь у нас будет точка, вот эта. Это будет D2. А вот эта точка будет называться у нас D1. Ну и решение наше. Сейчас я его выделю. Выделю. Решение наше будет вот оно. Раз. Одна проекция. И проекция вторая. Проекция вторая. Искомые 25 миллиметров мы откладывали вот здесь, на натуральное величие. Все. Решение задачи есть. Дальше. Следующая задача. Провести CD параллельно P2. CD при этом должна пересечь AB. И длина CD равна 30 миллиметров. Записать координаты точки D. Эта задача напоминает задачу прошлую. Но здесь есть некоторые такие особенности, которые нам позволяют решить задачу проще. с одной стороны, потому что получившийся отрезок CD должен пересекать AB. Значит, он должен быть параллелен плоскости P2. Значит, я горизонтальной плоскости провожу из точки C влево, поскольку должен пересечь проекцию AB прямую, которая будет пересекать AB. Вот получилась у меня здесь точка. Эту точку я найду на фронтальной плоскости проекции. И проведу прямую из точки C вот сюда и дальше. Вот так. Теперь вопрос такой. Где я должен взять отрезок этот CD отложить? Ну, давайте вспомним. Раз мы прямую провели параллельно плоскости фронтальной, то это будет что у нас? Фронталь. А на плоскости фронтальной вот эта фронталь будет отображаться в натуральную величину. Посему, где я должен отложить 30 миллиметров на плоскости фронтальной. То есть, я должен сделать так. Вот здесь отложить 30 миллиметров. И вот здесь, соответственно, у меня получится решение. Это будет линия связи. А вот эта точка последняя, это будет решение нашей задачи. Еще раз. Так. И вот так. Вот оно решение нашей задачи. Значит, точка, которая получилась, это и есть та, которую мы с вами искали. А, это будет ее проекция D2. И вот эта проекция будет D1. Теперь нам надо записать координаты точки D. Как это сделать? Ну, сначала их надо померить, да? Померить. А вот это расстояние, вот оно. Это будет что у нас? Координата Z. Вот это расстояние. Это будет координата X. И вот это расстояние. Это будет координата Y. Значит, это Y, Z и X. А теперь записываем вот таким вот образом. Пишем. D. В скобочках. И пишем. Мы должны записать координату X 37. 37. Запятая. Потом Y. 10. 10. И Z 15. Вот все решение задачи. На этом на сегодня все.